Петренко отправил Мечного искать ПТРД на армейских складах. Чтобы найти такую бандуру, нужно постараться. К счастью, дед Кирилл готов помочь. Если вы потерялись в сериях, плейлист в описании позволит вам не заблудиться. Ну а я по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Ну что, сейчас мы в первую очередь идем на армейские склады к деду Кириллу. Нужно узнать у него, где там хранится ПТРД для Петренко. Ну и конечно, дед Кирилл меня еще куда-нибудь пошлет, это обязательно. Предлагаю быстренько пробежаться до проводника, чтобы он нас перекинул на переход, чтобы не бежать туда 200 лет. А, слышь, он теперь на армейские склады водит. Кого? Ладно, давай на базу свободы тогда сразу. Ну перебросили меня сразу на базу свободы и идем и ищем этого деда Кирилла. Я забыл, он в одной из казарм, по-моему, где-то стоит. Ну здорово, дедуган. Здорово, отец, ну вот и опять свиделись. Как здоровье? Ты уж извиняй за беспокойство, я по делу. Будь здрав, сынок, рад видеть тебя. По делу говоришь? А так бы не зашел. А здоровье мое так себе. Не то, чтобы совсем уж здоров. Ну почему бы не зашел? Обязательно бы зашел. Может, помощь тебе какая нужна? Так я без проблем говорю, не стесняйся. Ты, сынок, говорил про дело какое-то? Давай, рассказывай. Про здоровье опосля потолкуем. От помощи не откажусь, нужно кое-чего. Отец, тема такая. На складах где-то спрятан ствол, ПТРД и патроны к нему. Вот эти вещи мне и нужны. Мне сказали, что ты сможешь подсказать, где все это найти. Хм, ядрить его в кромысло. Ствол старинный, редкий. Ладно, я подскажу, где его найти. Только мне нужна и твоя помощь. Радикулит, понимаешь, иногда одолевает, чтоб ему пусто было. Мне тут один рецептик подсказали, на стоечку сделать нужно. Сам бы сходил, да из меня сейчас ходок никакой. Я тебе скажу, что нужно, а ты будь мил, найди эти вещи. Где искать, я подскажу. В общем, слушай, нужна бутылка самогонки. Ее можно поискать здесь, на складах, в деревне. Пошукай по домам, 100% где-нибудь осталось. С другим, энгри... Чув, не выговоришь, ну ты понял, посложнее. Нужно пару грибов найти. Их можно найти в рыжем лесу на радаре. Грибы, пошукай, в районе упавшего вертолета. Они тоже мутировавшие, там растут, больше нигде. Понимаю, сложно, но больше просить некого. Спина под люкоболит, буталон в нее вставили. Не согнуться, не пригнуться. А я, понимаешь, побродить люблю, не могу долго на месте сидеть. Ну что ж, батя, достану я тебе эти ингредиенты. А ты говоришь, не выговоришь. Кого? Ладно. Ну, в таком случае, что, давайте в первую очередь бежим за самогоном, наверное. Меня уже задетектили кровососы, это плохо. Самогон у нас находится внутри этого дома. Заходим, и где-то здесь оно должно быть. Но тут только кровосос. Или не внутри этого дома. Короче, где-то рядом. Где-то очень рядом с вышкой, в каком-то из домов. Или в этом доме, что-то я фиг пойму. Блин, сначала от кровососов надо избавиться. Один готов. Не знаю, по-моему, тут не один был. А, вот оно, вот. О, не понял. Все-таки верно, я искал. Собираемся вот сюда. Самогон есть. И снорки прибежали. Тоже самогон хотят. Еще один. Идиот. Ну давай, куда ты убегаешь? Приходи, картечи у меня на тебя хватит, наверное. А, ладно, черт, с ним побежали. Валим сразу к барьеру. Я на радаре. Снова бежать к этому гребаному вертолету. Ну, я уже говорил, что надоело мне уже реально бегать. Ну, а что поделать? Скорее всего, выполню задание с ПТРД. И пойду по основному квесту. Потому что, ну, что у меня сейчас еще за задание? С этим орденом вообще ничего не понятно. Где? Кого? Да и этот квест, насколько я знаю, выполняется в лаборатории Х-18. Ну, на момент лаборатории Х-18. То есть, когда я там бегал в нее несколько раз. Сейчас я уже туда точно возвращаться не буду. Поэтому все, что у меня остается, это идти по основному квесту. Вот он, собственно, вертолет этот. И где-то здесь нам предстоит искать грибы. По-моему, в камнях. Да, вот оно. Два грибочка. Гриб из рыжего леса и просто гриб. Да, вот это отличие, конечно. Ладно, забираем. Готово. Просто набор... Не знаю, как вам даже сказать. Разраб пути человека стартер пак. Вот, все. Теперь бежим обратно. Здорово, батя. Ну что, скоро вместе пойдем бродить по зоне. Приветствую, сынок. Вижу, не с пустыми руками ты пришел. Да, нашел все, что нужно. Вот, держи. Надеюсь, твоя растирка тебе поможет. Поможет. Куда она, ядрить ее, мать, денется? В общем, по стволу слушай внимательно. Сейчас пойдешь в сторону блокпоста наймов по асфальту. Слева за холмом будет деревня. Справа домик и бетонные плиты. Или лотки. Я не знаю, как они точно называются. Они там одни. От них поднимешься вверх. И там, под скалой в кусту, это тайник. Кстати, я этот ствол там спрятал. Я же всю зону вдоль и поперек прошел. Великий выброс пережил. Давно я здесь. Вот еще, скалероз чертов. Лукаш спросил тебя зайти. Иди к черту, лучше бы ты этого не говорил. Что там ему опять понадобилось? Здорово, дед Кирилл сказал у тебя разговор ко мне. Здорово, мечный. Да, есть тема. Я слушаю, чего нужно. В общих чертах дело такое. Нужно найти несколько схронов и взять из них кое-что. Конкретно кейсы. Схронов три. Ну так в чем дело? Давай возьмем или там не все так просто? Ты прав, не все так просто. Схрона сделана в трех разных местах. Один на Радаре и два в Припяти. Точного места я не знаю, но есть один крендель, который может это дело чутка прояснить. Со мной он говорить не будет, есть на то причины. А вот с тобой может и поделиться инфой. Жадноват он, и я точно знаю, ему кое-что нужно. Что конкретно он сам тебе скажет? Он бывший свободовец, на меня зол. В подробности вдаваться не будем. Это уже к делу не относится. Достать его тоже сложно, так что тебе и карты в руки. Ну что, поможешь? Звать его Кегли, ищи его в баре. К долговцам он подался. Ааа, боже. Я не знаю, что говорить. Братся, не братся. Просто по факту, ну, опять эти тайники. Вот эти как у Воронина. Три кейса вот это с собой таскаться. Я бы мог взять этот квест, да, вот. Я, допустим, отправился бы на ЧС, да. Я с ЧС, скорее всего, еще вернусь. Потому что это не конец, наверное, будет. Взял бы по пути, бац, один тайничок. В Припяти, бац, два. На ЧС сходил, все, вернулся, сдал. Но ведь эти кейсы 500 килограмм весят. Я не знаю, сколько накрутит им там автор. Но я с ними буду бегать, как додик. Я хер знает. Короче, нет, я не берусь. Не знаю, какое первое, или второе, или третье, или десятое задание, от которого я отказываюсь. Я не берусь, потому что опять лишние килограммы вот это таскать. Ну, тупые задания вот эти вот, где брать кейс и таскать с собой. Пока там не соберешь все, только потом можно сдать. Дебилизм. У меня и так килограммы впритык. А тут еще и кейсы таскать, которые нельзя будет выбросить, выложить нихрена. Поэтому нет, либо этот квест подождет, либо я его вообще не буду выполнять. Пока что я его откладываю в ящик. А там посмотрим. Бляха. Ну, наверное, где-то там придется искать тайник, как говорил этот дед. Я уже посмотрел, конечно, подробное место положения, но по описанию, в принципе, да. Понятно то, что придется искать где-то здесь. И, по-моему, вот. А! Ну, конечно, конечно, сюда надо запихнуть кровососов. Почему бы и нет? Меня никто не раздражает в этом моде так сильно, как кровососы, когда они начинают тебя атаковать. Вы не представляете, насколько это бесит. Просто один укусил, все, блин. Поехало. Пошел нахер отсюда. Что это за буря какая-то непонятная? Ладно, валю отсюда. А то что-то страшное. Двоих я убил. Вас, по-моему, трое было гомосеков. Что это? Нормально, золотая рыбка. Все, надеюсь, мне теперь никто не помешает золотой тайник. Ну, вот оно. ПТРД. Елда такая, которую не видно даже толком. Вот. Десять патронов к ней. Еще сосы сейчас слышу. Ну, конечно, конечно. Я перегружен, мать твою. Потому что ПТРД 200 килограмм весит. И мне с этим говном тащиться в бар. Глаз. Сейчас потащусь-ка лучше с этим говном на базу свободы. Ура, я добежал до базы свободы. Неужели? Красиво, кста. Ну, так, немного. А, ну да. Меня же еще сейчас в бар нормально не проведут. Меня проведут к жопе какой-то. Где мне придется убегать. А бежать я не могу. Потому что у меня херня в инвентаре. Где она? Куда он пропал? А, вот она. Да уж. Не жизнь, а сказка. Что-то когда я болею, я особенно токсичный. Не знаю, мне так показалось, по крайней мере. Так, куда-то можешь меня отвезти. Просто, ну, что мешало сделать точку? Бар. Просто бар. Нет, блин. Мы будем водить к переходам. Че, куда? Я не знаю. Можно вообще вот это вот. Кек. Самое, по-моему, легкое. Просто тэпаться на дикую территорию. Оттуда идти в бар. И все. Меня будет кидать сразу к блокпасту долго. Кек. Вот он меня привел. Блин. Красиво, да? Все-таки. Ну, так. Опять же. На статике не очень, но... Ой, кто-то там ходит злой какой-то. Не буду я ни с кем связываться. Сейчас. Погнали лучше в бар. Матренко. Меня, по-моему, проводники даже теперь на радар могут водить. Если я не ошибаюсь. Я когда у этого со сломанным носом чудика смотрел список переходов. Там, по-моему, был радар, если я не ошибаюсь. Если это так, то это очень здорово. Правда, жаль, с радаром меня никто водить не может. Ну, ладно. Смотри, как я бегаю. Моя тень. Ля. Тупо боец. Привет, начальник. Заждался небось? Меченый. Ну, ты юморист типа. Ну, что? Стволы, патроны. Достал? Достал. И деду заодно помог. Хорошо, что повод выпал зайти к нему. А то прихворнул старик. Вот это хорошая весть. Я, понимаешь ли, собираю раритетное оружие. Этот ствол давно искал, но безрезультатно. Спасибо тебе, сталкер. Дал мне какие-то патроны странные. О, экскелет долг штурм. Слушай, может, это того стоило? Экскелет долг штурм. Личная экза полковника Петренко. Подарок за находку ПТРД. Личная экза полковника Петренко. Египетская сила. Так, ну что, давайте заценим его. Ну, бегать я в нем могу. Что-то он какой-то розовый непонятный. По характеристикам. По радиозащите сосет. По ожогу электрошоку сосет. А что он по всему сосет, я не пойму. У него какие-то странные проценты. 27, 26. Неровные, там 30, 35. Ну, по боевым характеристикам вроде зато лучше. Ой, хер знает. Он сомнительный какой-то. В нем, конечно, 110 кг можно таскать, но божечки. Я нагружен на 78, я все равно бегать не могу. И толк мне от этой экзы. Не знаю, поэтому давайте. Мы просто ее складем, как и все остальное. Я, кстати, еще не скинул грозу. А, нет, скинул, кстати. Что мне скинуть-то ненужного? Патроны вот эти вот всякие ваши. Что еще? Вот это, наверное. И, в принципе, все. Мне больше скидывать сейчас нечего. Все, погнали. Погнали отсюда нахер. Погнали на радар. Хочу на радар. Но перед этим я посплю, чтобы было утро. Утречка, добрый день. Вообще, утром обычно говорят доброе утро. Ну, ладно. Здорово, Педик. Куда ты можешь меня отвезти? Вот, радар где-то. Да, вот. Начало у антенны. У антенны, конечно, давай. Да уж, он меня кинул прям со всем к антеннам. Я думал, он кинет, не знаю, ну сюда хотя бы. Это что? А, это в красный лес. Но мне туда пока не надо. Так, тут одни враги, поэтому предлагаю поскорее сваливать отсюда. Иначе из меня тут решето сделает. А, можно свалить, кстати, через пробоину в заборе. В прошлый раз, под прошлой серией, шутили про тех пацанов четырех. Типа четыре всадника апокалипсиса. Тут у нас четыре новых всадника апокалипсиса. Аскет, косой, синий и баян. Да. Вот так вот. Слушай, а ведь реально звучит как, не знаю, имена реально всадников апокалипсиса, да? Аскет, баян. Но по поводу остальных я не знаю. Но тут еще педики образовались. То вы тоже какие-то эти апокалипсисы, блин, ваши вонючие. Эстет, фагот, пионер, тихий. Ясно. Ну тоже более-менее похоже. Ой, еще кто-то впереди. Да офигеть, каждый костер облепили. Толстый врач, замок, сутенер. Ой, ну это уже я не знаю что. Толстый врач, сутенер. Замок я не знаю, куда тут влепить. Эти тут все еще воюют, что ли? Да, в натуре война еще идет с кем-то. Я, это, не участвую в вашей гейской войне. Давайте без меня. Сами там разбирайтесь, я вам мешать не буду. Ой. Конечно же у монолита БТР. А вы что думали? В пути человека живем? А, да, я еще и не сохранялся. Неплохо. Ну просто кто ж знал, что там БТР влепят? Сколько я уже за игру БТРов сломал? Три? Четыре? Я не помню просто. Один на военном блэкпосту. Два там точнее, по-моему, было. Потом один на базе военных на агропроме. И еще где-то БТР же был или нет? Ну, допустим, это четвертый или пятый. Не знаю. В любом случае, что-то я там моде много БТРов. Но радует, что я их уничтожаю. Хорошо, что вот этот БТР не живой хотя бы. Не. Ой-ой-ой, радиации. Не надо мне радиации. Вот почему на НПС он не реагирует, а на меня реагирует? Мне же обидно. Что ты мне сделаешь? Я за деревом. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. За дерево, за дерево, за дерево. Бац. Все, сосать. Там, по-моему, по мне монолитовцы пукали. Надо сейчас там задать жару. Мне уже задали здесь. Так, ну вроде пососали монолитовцы. А, вон еще идут. Что-то они какие-то особо жирные. Либо я особо косой. Так, вот убил одного. Что, все, мне не помешают? Ладно, я пошел. Давай. Ты мой, тварь. Сейчас ты познаешь мир боли. Сейчас только этот монолитовцы салюту рядом с тобой. А хотя, пофиг. Готово, все. А, боссан. Колеса аж покатились, смотри. Синхронно как. Ля. А где четвертое? Четвертое будет? Я хочу четвертое колесо. Четвертое колесо приняло ислам, судя по всему. Хотя уже шутить так неактуально. Что, тут монолитовцы остались? Или все? А, бляха. Напугал. Это было неожиданно. Тут еще, по-моему, кто-то остался. Не, показалось. Ладно. Все, в Припять. Итак, я в Припяти. Че тут, как всегда? Орлы? Орлы. Понял. Короче, ты понимаешь, в Припяти вообще ничего из себя не представляет здесь. Она такая же, как в оригинале. Ее просто нужно пробегать. Если хочешь, конечно, остаться с патронами потом на ЧАЭС. Сказал я и сижу, стреляюсь тут с монолитовцами. Ну да. В этом весь я. Нет, все, реально, надо пробегать. Потому что если я сейчас в Припяти буду воевать, я на ЧАЭС потом бибу буду сосать. А на ЧАЭС, я думаю, воевать важнее. О, мне даже музычку врубили с авторскими правами. Ну, на монтаже вы ее не услышите, но я ее послушаю. Пока что бегу, почему бы и нет. А что мне, надо будет в гостиницу заглянуть? Ну ладно, я на всякий случай загляну. Я внутри. Где? Где лестница? Где-то здесь должна быть. Вот оно. Все, сейчас теперь нужно будет искать нужную комнатку. Окей, что тут есть? Смотрим. Тут ничего нету. Вообще. То есть тут не нужно декодер брать. Я понял. В таком случае валим. До перехода на ЧАЭС совсем чуть-чуть. Меня пока что еще ни разу не убили, кстати. Ну, кажется, я сглазил, я не знаю. О, меня сейчас чпокнут. Тут просто люди с РПГ неадекватные немного. О чем я и говорил. Тут сейчас по мне вообще просто 500 РПГшников будет стрелять. Я более чем уверен. Хотя вроде пока никто не стреляет. Может не увидели. Но они обычно на таком расстоянии. А, нет, тут никого нет. Прикиньте, сюда не посадили людей с РПГ. Я думаю, посадят и даже утроят их количество. Но нет. Ладно, спасибо и на этом. Что ж, чуваки. Таким методом мы добираемся до ЧАЭС. Ой-ой. И тут, конечно, ну, ясно. Монолитовцев с РПГ не посадили, зато посадили двух псин. Иной раз мне непонятна логика автора. Там, где действительно вот жесткая охраняемая зона, да, там вообще никого нет практически. А там, где не надо, там просто куча говна всякого. Мы на ЧАЭС. ЧАЭС-1. Одна из финальных локаций. Но не в этом моде, я думаю. Я еще вернусь. Мне еще предстоит бегать. А где я? Подожди. Меня на карте нет. Неужели перехода назад тоже нет? Ля, а может все, финал? Не знаю. Но я сына еще Тимохи не нашел. Что мне надо вообще? Добраться до ЧАЭС-2. Понял, доберемся. Ой, РПГ. Тьфу, какой РПГ БТР, я хотел сказать, живой причем. Давай. Еще один список разваленных мною БТРов. Так будет с каждым, кто в меня палить будет. Ой, там снайперов где-то. Да ну его нафиг. Я обычно как штурмую ЧАЭС. Я вот так вдоль забора бегу, и там дырка где-то есть, я в нее залазю. Люблю дырки, знаете ли. Вообще вертолет как по мне жахнет, да? Или нет? А то там и свыше уже летает. Но вообще ЧАЭС прикольно смотрится. Вроде сейчас, ну, не вечернее время, 10 утра. Ну, как-то 10 утра странно смотрится, но красиво. Вот мне сюда. Спасибо. Моя остановочка. Опять же, почему я пробегаю ЧАЭС? Потому что это пустая трата патрон. Я сейчас буду стреляться на ЧАЭС, а в саркофаге библ сосать. Но только вот таких вот противников можно навалить, которые прям реально мешают. А так, ну, я всегда пробегаю. Да, я думаю, большинство из вас тоже. Потому что реально воевать со всеми на ЧАЭС, это... Тонну патрон с собой надо иметь. А учитывая, что в этом моде противники еще и жирные. И патроны улетают как не... не знаю что. То да, экономия необходима. Покушаю на ходу. Почему бы и нет? Бежишь такой на ЧАЭС, бежишь, хоп, достал из рюкзака, не знаю. Роллтон быстренько. Открыл его, залил туда кипяток. Побежал с ним минуту, чтобы он заварился. Потом достаешь вилку и жрешь вот это вот на бегу. Да, не жизнь, а сказка. Роллтон что-то захотелось кста. Не знаю, зачем я вам это говорю, но я вот сейчас сижу, я весь день не ел. У меня сейчас время 16.43. И что я делаю? Записываю видео. Когда я ел последний раз? Вчера ночью бутеры. Все. Ну все. Что, тут никого не будет? Вроде никого. У входа меня никто не поджидает. У входа в саркофаг тоже никого. Все. Спускаемся, пацаны. Ну а флексить в саркофаге, я думаю, мы уже будем в следующей серии или как? Ну да, наверное, в следующей серии. Ну да, наверное, в следующей серии. А пока, друзья. Спасибо большое всем, кто смотрел это видео до самого конца. Если оно вам понравилось, то обязательно поставьте лайк. Также обязательно подписывайтесь на мой канал, прожимайте колокольчик, если вам нравится мой контент. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Также загляните в описании, там много всего интересного, в том числе и ссылка на скачивание этого мода, ссылка на мою группу ВКонтакте. И ссылка на плейлист с этим прохождением. Чувствую, будет весело в следующей серии, если вы не смотрели предыдущие. Ну и ссылка на скачивание этого мода, если хотите в него поиграть сами. Большое еще раз спасибо всем и пока-давай. Субтитры сделал DimaTorzok